Всем привет, с вами я Виолетта, и в этом видео я сделаю обзор на раскраску Мили Мороты, Дивные птицы, книга для творчества и вдохновения. Покупала я её на Озоне, по-моему, около 300 рублей она стоила, я вот сейчас даже прям посмотрю. 254 рубля, ну 250 рублей, мне кажется, это очень даже приемлемая цена за абсолютно новую, ну как бы не в том смысле, что новую, что я никто не раскрашивал, а в том смысле, что новинка, вот. По бумаге я тут не знаю, что да как, вот, потому что я её ещё не пораскрашивала. Хоть раскраска называется Дивные птицы, но здесь не только птицы. Мне кажется, что птиц здесь очень много, но есть и другие животные. Как обычно, стиль Мили Мороты узнаваемый. Лично я очень люблю раскрасочки Мили Мороты и с нетерпением ждала выхода этой книги. У меня она, кстати, в твёрдом переплёте, если честно, то я хотела в мягком, но на Озоне ещё не было в мягком переплёте. Ну, не знаю, у меня просто первые четыре части в мягкой обложке, и поэтому, как бы, пятую часть тоже хотелось как-то, ну, в мягкой обложке. Ну, вот, сбой системы, да. Но я считаю, что твёрдая обложка это вообще, как бы, плюс раскраски, то, что она не истреплется, её удобно с тобой куда-то взять, то есть она не помнётся, ничего с ней не произойдёт. Ну, а я просто уже привыкла к мягкому переплёту, то, что в этот клапан можно убрать все эти лишние странички, да, которые без раскраски, и они не будут мешать. Но это уже, как бы, на любителя, то есть... Вот, раскраски Джона Бессфорд я предпочитаю в твёрдом переплёте, но там просто и этих страниц нету с текстом. Если честно, то по рисункам, вот, я не знаю, какая раскраска лучше, то есть первая, вторая, третья, четвёртая. Ну, вот эту я ещё пока пятую не пораскрашивала, особенно и не рассматривала, то есть сейчас вот на обзоре я первый раз с вами пролистываю прям каждую страничку. Появилась она у меня только вчера, но всё-таки. Значит, есть у нас содержание, и, как бы, как я называю тестовую страницу, вообще здесь нужно рисовать. Ну и на этом у нас книга заканчивается. Мне кажется, что бумага здесь такая же, как и в других из красках Милли Морота. Издательство у нас, по-моему, кстати, тоже, да, в Калибре, как всегда. Обычно у меня в Ломастере Центропен просвечивает, естественно, всё, что, как сказать, всё, что более насыщенное, чем Центропен, оно тоже будет протекать. Кориолка Джо у меня не просвечивает, Стабила, Кахенур тоже. Капиллярные ручки, по-моему, просвечивают. Ну, хотя, смотря, какой фирмой брать, но вот Стабила у меня, по крайней мере, в какой-то я раскраски там использовала, то ли в первой, то ли во второй. Я уже не помню, кстати, может, даже и в третьей. Но они, по-моему, протекают. Фломастеры Маппет, насколько я помню, не просвечивают. И вроде бы ничего другого я больше не использовала. Но я надеюсь, что вам понравилось это видео, этот обзор. Вы поддержите его лайком, подпишитесь на мой канал. Я всех вас очень сильно люблю. С вами была Виолетта. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok